В Сургуте состоялся единственный концерт легендарной русской группы гражданская оборона. Егор Летов, культовая личность 90-х, редко путешествует с гастролями. В Западной Сибири музыканты и выступали впервые. Гражданская оборона уже давно не панки, а успешный коммерческий проект. В обеих столицах концерты гражданки дорогостоящие удовольствия. Сургутянам оно стало доступным благодаря организационным усилиям Союза молодежи Сургута и финансовой их составляющей 2С-групп. Информационную поддержку оказала телерадиокомпания Сургут Интерновости. В аэропорту лидер группы Егор Летов был немногословен. В день концерта в Сургуте пошел снег. Егор Летов и гражданская оборона собрали тех, кого искали, сумасшедших и смешных. Публика на таких концертах всегда одинаковая. Люди около 20 и те, кто слушал гражданскую оборону 10-15 лет назад, когда им тоже было около 20. Кстати, об интервью их нет и не будет. Это принципиальная позиция гражданской обороны. Вот был у нас барабанщик, рассказывает директор группы. И дал он интервью. Теперь у нас новый барабанщик. Долго счастливая жизнь. Такая долгая счастливая жизнь. Общение долгая счастливая жизнь. Гражданской обороны. Как обещают в Союзе молодежи Сургута, гражданская оборона – первая ласточка в целой серии проектов. Сургутянам привезут не только панк, но и крутой рэп, шансон и вездесущую поп-музыку. Поп-смук, как говорит Летов. Спортсмены... Спортсмены...